Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство и Пресвященство, Досточтимые Отцы, Матушки Игумени, Уважаемый Игорь Олегович, Высокий Представитель Президента Российской Федерации, Дорогие братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно поблагодарить за ваши молитвы, за участие в этом богослужении, которое дало мне возможность вознести благодарение Господу за эти 50 лет моего служения Церкви. Я хорошо помню тот далекий 1969 год, когда нужно было принимать решение о дальнейшем своем служении Церкви, и, может быть, какие-то тонкости и детали уходят, естественно, из человеческой памяти, но я помню чувство радости, которое испытывал, вступая на путь служения. И хотя были мудрые люди, которые меня предупреждали о том, что не все будет радостно в моей жизни, и что стоит мне еще и еще раз подумать, правильно ли я поступаю, избирая вот именно такой, а не иной путь служения Церкви. Но, тем не менее, несмотря и на сложные внешние обстоятельства, в сердце была и радость, которая соединялась с искренней надеждой на то, что Господь не оставит Церковь свою. И никакие там врата, в том числе и врата ада, а уж не говоря о человеческих вратах, не одолеют дело Божие. И вот с этим таким светлым оптимизмом и без всякого страха вступали мы, люди того поколения, на путь служения Господу. И ведь никто из нас не посрамился в своих надеждах и в своих ощущениях правильности избираемого нами пути. Господь на протяжении этих 50 лет провел и Церковь, нашу и страну, да и меня недостойного через многие испытания. И одновременно еще и еще раз показал силу своего присутствия и в человеческой истории, и в жизни Церкви, и в личной жизни каждого человека. И поэтому, если бы кто-то меня спросил, ну а каков самый главный мировоззренческий вывод из этих 50 лет, я бы сказал, твердое убеждение в присутствии Божьем в нашей жизни. Я говорю это сейчас без всякого пафоса, говорю от опыта своей жизни. Я обращаюсь к тем, у кого еще какие-то сомнения возникают. У тех, кто еще ставит вопрос, а как, есть или нет, а нужно ли посвящать Богу какие-то силы или нет, отвечаю ответственно. Каждый, кто вступает на путь служения Господу, избирает самый лучший путь. А те, кто идет иным путем, должны помнить, что прохождение жизненного пути вместе с Богом превращает этот путь в великое и благое явление Божьей милости в жизни человека. Это не означает, что мы избавляемся от скорбей, от болезней, от трудностей, которые приносят непростые межличностные отношения. Все это присутствует. Но присутствие Божие в жизни человека, который верит в него и отдает ему и служение ему свои силы, превосходит всякие человеческие хитросплетения. Я хотел бы пожелать, в первую очередь, всему нашему епископату, особенно молодым архиереям, принявшим такое ответственное служение в нашей церкви, идти избранным путем, ничего не боясь, не устрашаясь, с полным доверием Господу и с полной уверенностью в присутствии Бога в нашей жизни. Я хотел бы сегодня особые слова и молитвы, и пожелания обратить к всему нашему народу, к Отечеству нашему. У такой страны, как Россия, нету простых времен. И когда некоторые, характеризуя нынешнее время, говорят, в непростые мы живем времена, то мой внутренний ответ такой – а когда были простые времена? На протяжении моих 50 лет служения не было ни одного простого года. Но это не значит, что эти простые времена приводили к каким-то тяжелым, позорным, разочарующим человека последствиям. Действительно, Божье присутствие сильно и действенно. И каждый из нас, особенно тот, кто посвятил себя Богу, должен всякими возможными силами своими укреплять веру в людях, в то, что Божье присутствие есть присутствие благого и человеколюбивого Отца нашего. Я хотел бы пожелать всем нам, дорогие владыки, отцы и братья, крепости сил, неоскудевающей веры, твердой надежды и понимания того, что то дело, которому мы отдаем свою жизнь, является самым главным делом, потому что последствия этого дела реализуются не только в этой нашей земной жизни, но и простираются в вечность. Еще раз хотел бы сердечно всех поблагодарить за участие в этом сегодняшнем литургическом торжестве, за добрые слова и добрые пожелания, которые я сегодня выслушал, с любовью и благодарением, и пожелать всем нам вместе трудиться во славу Божию. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Продолжение следует...